Я не знаю, а вообще башня построена с 29 по 39, по 31 год, в Моисей Рейшин, которая построила много объектов в Желухинском районе, и поэтому здание было, ну, с архитектурной точки зрения, вот, уникальное, которое до сих пор входит в такие аналы, что ли, консультиризма, где и функция, и архитектура, вот они, такое единение возникло. А так были некоторые и строительные уникальные технологии, и тот банк, который выполнял до 60-х годов роль хранилища воды, он был сварен по единственной уникальной технологии, другой в мире не примененной. Поэтому тут масса еще таких технологических было штучек, которые были реализованы. Ну, а так слово, конечно, подельников. Нет, а сейчас-то конкретно. Если вы обретитесь вокруг себя и посмотрите на эти чудесные расписные, либо выше этого слова «стены», вот примерно так все и выглядело еще месяц назад. Потолок был черный, поскольку здесь был пожар. Сейчас потолок чистый, красивый, белый, но мы сохранили старую несъемную опалку, старые изоляторы, чтобы показать историю башни, какая она была. Сейчас вы заходите здесь чистое, красивое помещение с ровным полом, потому что еще недавно в полу были такие дыры, что ходить было невозможно. Самое главное, что будет 20 августа, это откроется медиа-экспозиция по гранту, который подельники получили от фонда Потанина. Но для того, чтобы эту экспозицию открыть, необходимо было провести ремонт непосредственно в самом баке и установить окна. Окна здесь, окна в баке. Покрашенный бак был в белый цвет, как раз от компании Деруха предоставила краску. То есть весь ремонт, который предполагался для того, чтобы открыть медиа-экспозицию и иметь возможность, вот это современное слово «лофт», как «лофт» использовать в первой этажике, все работы проведены. Ну и вы видите, что здесь дарит свет, свет чудесные импортные светильники, очень подходящие по стилю трассов. И над баннером видно, какие были стены на части башни, вот все вырелки. Я так понимаю, есть же история, есть фотоархив. Да, конечно. Будут подготовлены тематические материалы, которые покажут по очереди, хотя бы в фото- и видеоматериалах о том, что было, что стало и что будет. Да, и подельники фотографируют регулярно. И действительно, еще месяц назад всего этого не было. И это общая заслуга строителей и архгруппы подельников.